Всем привет! Сегодняшнее видео будет о покупках косметики. Обожаю снимать такое видео и смотреть такие видео. В этом месяце у меня прям вот куча всего. Прям какой-то закупочный был месяц, можно сказать. Поэтому мы тут же приступаем. Почти все из масс-маркета. Начнем мы вот с таких вот тональных основ. Я купила себе сразу две, потому что хочу их сравнить между собой. Сделать такое видео, что же все-таки лучше. Лореаль Париж или Катрис. Катрис у меня Ньют Иллюзион и Лореаль Перфект Матч или Мэтч. Без понятия Матч, наверное. Оба они обещают, что ухаживают за кожей, то есть увлажняют ее. У обоих есть вот эти вот частички, отражающие свет, чтобы кожа как бы выглядела такой здоровой, светящейся. И, естественно, фильтр защиты от солнца тоже есть. И что там еще я хотела сказать. Да, они оба дают такой натуральный финиш. То есть мне хотелось именно чего-то такого натурального и вот такого светящегося. Так что вот очень интересно попробовать и тот, и другой, сравнить их. Конечно, выбрать свой вот этот правильный цвет. Это просто, конечно, это нереально практически задача такая сложная. У Катрис еще куда ни шло, там мало цветов, всего 4 оттенка, мне кажется. А вот у Лореаль, там, конечно, их много, этих цветов. И я стояла где-то час выбирала, но выбрала вроде бы неплохие оттенки. Катрис у меня 0,40, Medium Беж и вот этот у меня Золотой Беж. Посмотрим, как это будет. И потом обязательно сделаю такое видео, что же все-таки стоит купить. Мне кажется, вот эти тональные основы очень даже по качеству хорошие. И мне не хочется тратить на тональную основу какие-то там сумасшедшие деньги. То есть из класса люкс мне как-то не хочется покупать тоналки. Да, давайте сначала тогда вот это покажу. Следующее это консилер от Лореаль. Консилер, корректор. Это тоже он True Match. А нет, тут Perfect Match, это True Match. В общем, вот такой вот здесь даже по-русски где-то я видела. Совершенный маскирующий корректор. Подстраивается к цвету и текстуре кожи. Тоже мне стало интересно, потому что я постоянно нахожусь в поиске хорошего корректора, который будет действительно синяки под глазами закрашивать. И который будет при этом еще натурально выглядеть. И не будет скатываться в всякие линии. В общем, посмотрим. Еще я не могу о нем ничего сказать. Нужно еще тестировать дальше. Следующее. Об этом я слышала много у немецких блогеров. Они говорят, что хорошая вещь. Катрис. Вот такой гель для бровей. В общем, этот гель должен эти брови фиксировать и расчесывать, фиксировать. И держать их, в общем, в таком фиксированном состоянии. Такого у меня еще никогда подобного ничего не было. Вот такая здесь кисточка. Поэтому сравнить я, конечно, ни с чем не могу. Но иногда вот нужно вот что-то такое, когда брови не слушаются. Поэтому вот мне тоже очень интересно. Тем более, что стоит это около 2-3 евро. Опять же, недорого. Следующее это Maybelline Eyeliner. То есть, подводка. Я пользовалась до сих пор лореальской подводкой. Она мне нравится, но она все-таки дороговатая. И не такая уж супер отличная. То есть, она не такая эластичная. Иногда вот в этой черной полоске появляются какие-то такие белые места. В общем, я искала что-то более дешевое. И такое, чем будет очень легко нарисовать стрелочку. И вот купила Maybelline. Вот такой вот Liner Express Liner Refine. Он, конечно, не намного дешевле, чем лореаль. Но все-таки дешевле. И что мне здесь понравилось. Вот этой кисточкой, аппликатором, или как его называть. Действительно, любой, мне кажется, нарисует очень хорошие ровные стрелочки. Вот настолько им удобно рисовать. Так что, если вы обычно мучаетесь с этими подводками, у вас не получается. То вот этим Maybelline, Maybelline, должно получиться. Потому что это действительно очень удобно. Я уже сколько перепробовала этого всего. И вот это действительно то, что очень удобно. Черный цвет, хороший, все нормально. Ничего не стирается. Так, переходим дальше. Это Art Deco. Тоже никогда ничего подобного не пробовала. Это такой Lash Growth Activator. В общем, сегодня какие-то сплошные английские названия. В общем, эта штука должна помогать ресницам расти. То есть, на 200% обещают, что будут быстрее ресницы расти. Вот такая вот белая штучка. Выглядит все это как обычная тушь. И это надо наносить перед сном. Вот такая вот белая, как бы белая тушь. Почти такая прозрачная. И нужно наносить каждый вечер. Что, конечно, у меня не получается. Я часто забываю. Или уже такая уставшая, что мне уже не до ресниц. Но мне вот интересно тоже. Неужели это будет работать? Здесь 7 мл. То есть, хватит. Думаю, на пару месяцев может быть. Но на месяц точно. Так что, если что-то из вот этих продуктов, что я показываю, будут действительно хорошими и стоящими, то я обязательно их покажу в видео о фаворитах. Следующая покупка была снова совершена под влиянием немецких ютюберов, блогеров. Это вот такой карандашик от Catrice. Мне понравился вот этот цвет. Хочется мне вот чего-то такого натурального, розово-коричневатого. Потому что таких помад у меня, по-моему, не было никогда. Я всегда пользовалась или розовым, или красным. Но никогда вот таким коричневатым. Это номер 100. Upper Brown Side. В общем, вот такой вот обычный Long Lasting Lip Pencil написано. Он водостойкий. В общем, цвет. Вот я его взяла из цвета. Вот такое что-то натуральное. Цвет губ, но чуть-чуть темнее. Тоже стоит какие-то копейки. Очень интересно, что же это будет такое. И давайте я уже покажу вам и помаду. Ой, вообще вот эти помады от L'Oreal. Они мне что-то так нравятся. Они какие-то стали... То ли мои губы в лучшем состоянии сейчас находятся. То ли эти помады стали более мягкими, увлажняющими. Я не знаю, в чем дело, но теперь они мне нравятся еще больше, чем раньше. Это цвет Organza 236 Color Rich. Или Rich, или как это там... Я уже вообще в этом английском. Сейчас у меня уже все перепутается. 236 номер, в общем. Тоже вот такой вот натуральный коричневатый цвет. Чуть-чуть он такой сатиновый имеет отплеск. Вот. Не могу вам на пальчике его показать. Очень натурально смотрится. Сейчас не он у меня на губах, потому что я слишком сделала темные щеки. Если бы я сделала их розами, я бы ее нанесла. Вот. Вот такой вот очень натуральный, классный цвет. Так что присмотритесь к помадам L'Oreal. Это вообще действительно качество. Тем более, что я в последнее время пользовалась часто люксовой косметикой для губ. Но вот после этого, после L'Oreal, мне вообще не хочется покупать ничего супер дорогого. Конечно, это мое мнение, но попробовать их стоит. Следующий у меня румяна от Catrice. Тоже у меня уже были румяна от Catrice в разных цветах. Я их и дарила подруге. И они действительно хорошего качества. И стоят, опять же, дешево. Сейчас я взяла вот такой вот цвет. Тоже натуральный розовато-коричневый. В общем, понесло меня на вот эти розовато-коричневые цвета. Раньше мне вот этот коричневатый не шел. Я его побаивалась. Я, например, слышала о вот этих коричневых цветах, особенно на губы, что они могут старить. Поэтому я всегда как-то их избегала. И тем более, когда я очень бледная такая, как белая поганка, мне эти коричневые абсолютно не шли. Сейчас я еще такая более загорелая после последнего отдыха в Турции. И вот я решила быстренько, вот пока еще есть этот загар, вот попробовать чего-то такого коричневато-розоватого. Вот, что-то вот у меня хочется такого натурального. Тоже очень хороший цвет. Очень светлый, конечно. Такой, не знаю еще, как это будет выглядеть. Но очень натуральный. Посмотрим. И он даже подойдет, когда я буду снова бледная. Номер 080, Sunrose Avenue. Вот такой вот. Так что это тоже проверено уже, что вот эти румяшки очень хорошие. И там много разных цветов. Есть яркие и желтоватые, персиковые, розовые, какие хочешь. Так что присмотритесь тоже. Окей. И переходим теперь к глазам. Так, это у меня снова Catrice Liquid Metal Eyeshadow. Опять английские эти названия. Номер 080. Уже не буду читать, как он называется. Вот такой вот. Понравился мне, что он, опять же, такой натурально-сиреневато-серый какой-то. И блестит очень хорошо. Вот. Мне кажется, что он подойдет в складочку как к коричневым темням, так и к сиреневатым, и к розоватым. В общем, хороший такой цвет. И вот особенно мне, что нравится, что он и не серый, и не сиреневый. А вот такой вот хамелеонистый какой-то. Так, следующий для глаз, уже я забыла, как они называются опять. Ну, в общем, неважно, вы поняли. Вот этим я вообще довольна. Я ими пользуюсь каждый день. И сейчас они у меня, кстати, на глазах. На всем веке. Я просто их обожаю. Это Max Factor. Новая, кстати, серия вышла. Excess Shimmer. Это по-моему, немецкий. В общем, какой-то там блеск. Excessовый блеск. Номер 20. У меня купа. То есть, в общем, медь. 20 номер. Это просто супер. Сейчас я вам его покажу. Во-первых, они очень легко наносятся. Во-вторых, цвет такой. Вот он. Цвет подходящий. И он и не теплый, и не холодный чересчур. В общем, самое то, что надо. Не слишком темный, не слишком светлый. На каждый день наносится, растушевывается вообще очень легко. И консистенция у него такая муссово-кремовая. Ну, с ними очень легко работать. И вот это точно вы увидите снова в фаворитах. Потому что вот вещь. Конечно, она не очень дешевая. В районе 8 евро стоит. Но это вообще. Это можно, опять же, по качеству сравнить с Chanel или с Dior. Кремами, тенями. То есть, вот это действительно вообще. Я очень довольна. Так. И предпоследняя моя покупка. Та-дам! Urban Decay. Снова английские названия. Палетка Naked 3. Я, конечно же, уже все это сумасшедствие вот этих нейкедов разных. Первый, второй, третий палетки на YouTube, конечно, все время смотрю. И мне тоже хотелось попробовать. И когда я пришла в магазин, я была не уверена, брать мне вторую или третью. И вторая мне показалась, она более такая холодная. То, что подходит мне обычно, когда они загорелые. Но когда я пришла в магазин и увидела их рядом, то я сразу же на третью просто накинулась. И все. Никакую вторую мне уже не хотелось. Вот здесь огромное зеркало. И все это вот такого розовато-серого-коричневатого. Нет, не коричневатого. Розовато-серого цвета. В общем, я вообще, конечно, довольна как слон. Вот этой фирмы продукты у нас вообще не продавались. В Германии это появилось буквально вот недавно. Может уже не так недавно. Но все-таки. Я помню, год тому назад или полтора года еще этого не было. И подруга моя просила моего мужа купить, так как он был в Америке. Так что в Германии появилось это все недавно. Я вот сейчас так рада, что он у меня наконец-то есть. И тоже такие цвета на каждый день. Розоватые такие, натуральные. Посмотрим, как это будет. Так, и последняя моя покупочка. Это L'Oréal Paris крем ночной. Никогда не пробовала. Всегда пользуюсь кремами такими подороже. Очень хорошего качества. Которые покупаю в телешопинге. Уже рассказывала сто раз. Но сейчас мне стало интересно. Этот крем стоит 3,75 евро. То есть в районе 4. Что мне кажется совершенно недорого. И это просто увлажнение. То есть церамиды и глицерин. Вот такой вот ночной. Очень мне интересно, что же это будет. Тем более, что сравнить есть с чем. Так что тоже расскажу, если окажется хорошей вещью. Вот и все. Я надеюсь, что я ничего не забыла. Надеюсь, вам было интересно посмотреть. Пишите комментарии. Есть ли у вас что-то из того, что я купила. Мне будет очень интересно почитать. И все. Всем отличного настроения. И пока.